Спасибо всем, что пришли в 7 часов, бросили свою работу, поторопились на GoMeetup, чтобы послушать. Отличные доклады. Спасибо DataArt за то, что приютили нас здесь. И спасибо AdServer, в котором я работаю, за то, что помогли найти DataArt, который приютили нас здесь. Я надеюсь, что народ еще потянется. Просто 7 часов довольно рано. Для программистов нас будет еще больше. В общем, давайте начнем. И первый доклад. Артем Никитин. Аплодисменты. Всем привет. Спасибо, что позвали. Собственно, я приехал в Питер выступить на другой конференции, которая сейчас идет GazingBug. И вот так получилось, что заскочил к вам поделиться про Go немножечко. Собственно, сегодня хотелось рассказать про штуку, которую мы недавно запенсорсили, которая называется FlatData, и про Go-имплементацию для нее. Давайте начнем с давным-давно, в далекой галактике. Случилась такая ситуация, что команда, которая у нас в компании отвечает за бэкэнд для роутинга, увидела, что бэкэнд близок к тому, чтобы зафейлить SLA. Это плохо. И это стало триггером для того, чтобы провести большую работу по исправлению производительности, вернуться обратно в SLA, сделать так, чтобы был запас. И FlatData, она родилась как своего рода побочный продукт вот этой работы. Давайте начнем с того, что попытаемся ответить на вопрос, что такое роутинг вообще? Что за проблемы мы решаем? Наша компания, мы делаем карты. Раньше мы были частью Nokia, теперь мы независимы от них, но продолжаем делать карты. И в плане карт роутинг – это нахождение пути из точки А в точку Б. В принципе, это может показаться знакомым. Вроде как-то похоже, что есть граф, в нем можно искать путь. Может, можно и карту отобразить, как граф, и попробовать в ней найти путь. Оказывается, что можно. Да, то есть, например, сеть дорог тоже можно представить в виде некого графа. Да. И можно попробовать, например, использовать Dijkstra, чтобы найти путь из точки А в точку Б. Но, к сожалению, есть, например, проблемка, что вот красная зона – это то количество данных, которые нужно обработать, чтобы найти путь из точки А в точку Б. И, наверное, видно, что это как-то не очень эффективно. Мы обрабатываем много ненужных данных. Вот. Собственно, это не разговор про роутинг. Это просто такой пример, что в целом доменная область довольно сложная и интересная. На самом деле, в реальной жизни только Dijkstra никто не использует. Там все намного сложнее. и обычно для разных режимов роутинга используют разные алгоритмы, которые подходят лучше. Вот. Такое небольшое вступление про роутинг, чтобы понять, о чем занимается команда. флодата. Собственно, для хранения данных, карточных данных, у нас есть свой внутренний проприетарный формат. И проблема в том, что изначально этот формат был создан и оптимизировался для embedded клиентов. И, соответственно, то, что хорошо для embedded клиентов, впоследствии оказалось не очень хорошо для бэкэнда. То есть для embedded клиентов мы сделали так, чтобы потреблять как можно меньше места на диске. И мы сделали процессинг данных таким образом, чтобы он не сильно нагружал CPU. И, соответственно, на бэкэнде это обернулось тем, что CPU пропростаивал. Некоторое время кэш не шарился, память использовалась не очень эффективно. и поэтому мы решили что-то с этим сделать. И, собственно, появилась FlatData. Это библиотека, которая позволяет работать с файлами за memory mapping и хранить там данные особым образом, чтобы можно было эффективно получать к ним доступ. Я думаю, презентация потом будет доступна, так что там все ссылочки можете посмотреть. Собственно, библиотека в какой-то мере очень похожа на protobuf или thrift или подобные штуки в том плане, что у вас есть некий язык, с помощью которого вы описываете свои данные в текстовом файлике. У вас есть кодогенератор, который генерит вам код на основе описания данных. чем хороша flat data и когда может иметь смысл ее использовать. В первую очередь данные должны обновляться относительно нечасто и при этом доступ к ним должен быть очень интенсивный. Понятие нечасто, оно неопределено, скажем так. также flat data она неинкрементная, то есть вы не можете добавлять данных уже созданным, созданным в flat data, поэтому для вас возможность пересоздать все данные на каждом обновлении должна быть приемлема. Так как это memory mapping, то ваши данные должны помещаться в оперативную память той машины, где оно ранится. Как это примерно выглядит? У нас есть схема, которая очень похожа на C++, потому что люди, которые это писали, они все пишут на C++. Я даже уверен, что это валидный C++ код скомпилируется. Соответственно, у нас есть несколько структур данных, которые позволяют хранить данные во flat data. мета, у нас есть возможность просто указать структуру и обращаться к ней. Структура это практически то же самое, что структура в Go. У нас есть вектор, который представляет из себя простой массив данных, из которых можно что-то читать. У нас есть мультивектор, очень хитрая штука, в которой можно хранить разнородный набор данных. Соответственно, тут в данном случае в примере это четыре разных типа данных. И, соответственно, когда вы скажете дай мне элемент номер пять, там может быть или только никнейм, или все, или ничего и так далее. И есть raw data, которая просто по сути массив байт. как мы это сделали? По сути, когда вы открываете файл, вы получаете некий указатель на то, как с этим работать. Если вы посмотрите внутрь имплементации, которая сгенерится кодогенератором, то там, по сути, никакого доступа к данным нет. Там есть просто некий memory descriptor, непонятно что, и какие-то параметры. То есть, если вы, например, просто возьмете вектор, то как таковых данных там пока еще нет. Если вы возьмете, например, у этого вектора элемент номер 5, посмотрите в элемент, то окажется, что там тоже пока данных нет, но опять же есть какой-то memory descriptor. И только когда вы уже непосредственно будете брать какие-то атрибуты элемента, только тогда там появится доступ и чтение из памяти. И со счет такого подхода мы минимизируем количество копирования и чтения данных, которые не обязательны. Небольшой пример сравнения кода, который в общей библиотеке и того, что мы генерим. так как в Go нет дженериков и нам приходится делать много кода генерации, то в Go мы генерим намного больше кода, чем в Python, но меньше, чем в C++, что наверное хорошо. Также с точки зрения, то есть у нас сейчас есть имплементация для C++, Python и Go. Они все фичур комплит и все обладают одинаковыми фичами. C++ он самый эффективный, потому что он создавался и используется в продакшене. Python в первую очередь используется для поддержки, различные тулы для дебаггинга и тому подобное и он медленный, просто потому что это Python. Что касается Go, то перформанс мы как-то еще не мерили, потому что это все в бете. И собственно создавать данные пока можно только с помощью C++ в Writer есть там. С помощью Python или Go можно читать. Собственно как я упоминал он фичур комплит. Гош для имплементации проходит тесты. Вполне возможно мы пропустили какие-то баги. С производительностью пока не ясно и нет Writer. И давайте наверное самое интересное просто посмотрим небольшую короткую демо как это работает что с этим можно делать. Собственно демо на GitHub там уже готовая FlatData можно просто скачать и с ней что-то сделать поиграться. так упс парам-пам окей если вы потом посмотрите то для примера мы используем очень интересный пример. Есть такая штука не знаю как перевести это правильно по-русски кооперенсис то есть это когда в книге или в фильме два персонажа появились вместе в одной сцене и получается что у них есть некая связь. То есть по сути это такой граф который представляет некое взаимоотношение персонажей в книге или в фильме. И в интернете есть разные люди которые чисто для фана занимаются тем что составляют вот этот вот вот этот вот граф. И один человек он составил этот граф для книжки Анна Каренина. И просто давайте посмотрим например. И у нас есть флайдейта которая по сути мы положили все эти данные. И давайте просто просто прочитаем wolves. Опс aquarium��������ник And also oom the what can buy or have прочитаем данные. Можно, например, не прочитать данные, а получить информацию о персонажах. Это будет выглядеть примерно так. У нас есть персонаж Аннушка, Анна Служанка, у Анны Аркадьевны Карениной и так далее. По каждому из 146 персонажей. Можно, например, посмотреть, как персонажи друг с другом связаны. Например, Аннушка встретилась с Анной Аркадьевной Карениной 8 раз в таких-то главах. В принципе, можно делать более интересные истории. Скажем, вот у нас есть два персонажа, Аннушка и, например, принцесса Дарья Александровна Облонская. И можно спросить, пересекались ли они когда-то вместе или нет? Или, например, есть ли у них общие знакомые? Как-то так. Спасибо. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Есть буквально пара вопросов, что можно знать. Конечно. Правильно я понимаю идею. То есть есть архив, он читается, целиком загружается в память и потом к нему доступ. Он memory maps в память, да. Да. В таком случае, я вот все смотрел, это очень похоже, ну типа, на protobuf. Да, это похоже на protobuf, но, скажем так, в нашем случае архив, он 100 гигабайт. А protobuf, он по большей части ориентирован на передачу сообщений между сервисами PCT. Да нет, но там вопрос, как структуру запишешь, protobuf, он… Ну да, у нас также, я не упомянул, у нас были определенные оптимизации, как это эффективно упаковать. То, что, например, не было в protobuf. Вопрос в том, что protobuf типа работает хуже. Смотрели, проверяли, или почему-то он не подошел. Да, да, в данном случае работает хуже. Спасибо. Да, спасибо за доклад, я можно продолжу? Конечно, конечно. Вопрос, вот есть про добав, но есть еще одна реализация от Google, называется flatbuffers. Да. Вот можно разницу тогда между вашим и flatbuffers, потому что… Наша работает чуть быстрее за счет того, что мы пакуем, и мы хотели иметь контроль над имплементацией. Ну, чтобы мало ли, если Google решит убрать, и все будет плохо. А быстрее, вы сказали, что на языке Gova еще не оценивали? Gova не оценивали, да. Ну, то есть основной у нас таргет был C++, потому что он в продакшене используется. C++ там что-то типа он 20% быстрее. Все, спасибо. Если ни у кого нет больше вопросов, то… Там есть пицца! Очень большое спасибо вам за доклад, мне было интересно. Что-что? Спасибо, что пригласили. Приходите еще, у нас докладчики… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ